Ну видите, это такой фрейдизм в известном смысле, хотя Фрейд был хорошим очень, как известно, психиатром, и, конечно, он все свои теории как раз строил на том, что те травмы, которые получены в детстве, так или иначе, потом трансформируются либо в разного рода заболевания, либо в разного рода художественные произведения. Я не могу сказать, что у меня были травмы. Вообще, когда начинаешь вспоминать, то ты понимаешь, что все зависит от точки зрения. То, что многим кажется травмой, можно расцениваться как благо, и наоборот. Поэтому у меня с Фрейдом такие отношения диалога, я бы так сказал. Мои родители разошлись, когда мне было 5 лет, наверное, да. Мама вышла замуж в 58-м году, даже в 57-м. А папа женился, наверное, в то же время, может быть, на год позже. То есть, это произошло, когда мне было 5 лет, когда они разошлись, 9 лет, когда мама вышла замуж. Когда мне было 7 лет, я остался с бабушкой и с дедушкой. В общем, я абсолютно такой клиент для Фрейда, абсолютный. С точки зрения травм, подавленной сексуальности, влечения к одному, ненависти к другому, ничего этого нет на самом деле. Я очень люблю свою маму, она жива, к счастью, ей 91 год. Я очень люблю мачеху свою, с которой отец прожил почти полвека. Ей 97 лет, 97, да, 97 в этом году, да. Было, значит, 98-й год. Вот, у меня были чудесные отношения с моим отчимом, совершенно замечательным человеком, он был музыкантом. С сыном секретаря, личного секретаря Шаляпина, импрессарио Шаляпина. У меня были всегда очень такие теплые отношения с отцом, которым я жил первые 5 лет, да. Ну, и как-то я ко всему относился, наоборот, ко всему я научился относиться примиренчески, я бы так сказал. То есть, вот вся эта история научила меня тому, что надо входить в обстоятельства других людей. И тогда, ну, ты начинаешь понимать, что у каждого есть своя правда, у каждого есть свое оправдание или не оправдание, мотивация, скажем, да, как теперь принято говорить, своих постовков. Поэтому, не знаю, вот это вот то, что обычно полагается, что должно приносить травму, мне принесло какое-то мироощущение вполне взрослое, если угодно, с которым я до сих пор живу. Это совсем неплохо. Вы знаете, для меня одно из самых таких серьезных произведений, которые оказали на меня воздействие, влияние, это «Герой нашего времени» Лермонтова, как ни странно. Это книжка, которую я перечитываю, читаю регулярно, и я думаю, что вот тут и заложено многое из страданий вообще человеческих, которые существуют. Ну, нет, есть великие книги, которые я читаю всегда, это «Фауст Геттен», без «Фауста» очень сложно жить. «Фауст» – это великая трагедия познания и великая трагедия заблуждений. Поэтому я всю жизнь старался познавать мир и трагедию «Фауста» и всех нас, что то, что мы принимаем часто за знания, это оказывается ложью. А как писал Толстой в этом смысле, что не бойтесь не знания, а бойтесь ложного знания. Многие наши кумиры, многие наши идеалы оказываются ложью. Это вот такой дезаллюзионизм, который в конечном счете приходит с годами, он опасен. Потому что вообще я человек, привыкший жить в таком романтическом бреду. Это самое такое великое, что может быть. Иначе ты теряешь смысл вообще жизни просто. Если у тебя нет романтизма, если у тебя нет каких-то иллюзий идеалистических, то неинтересно. Ну, я плакал один раз, только, по-моему, дважды, может быть, когда я действительно понимал, что и один мой сын может погибнуть, и умереть просто, и другой. Потому что младший родился с очень тяжелым таким для тех времен заболеванием, которое, ну, хирургически можно было решить, но никто не хотел оперировать его. И вот тогда я как бы взроптал. А после того, как мы поставили на ноги младшего, тут старшего растоптала лошадь. И это было тоже такое на несколько лет испытание. Ну, это уже, знаете, это уже... Пожалуй, страшнее всего это боль твоих детей, а все остальное не страшно. Твоя боль не страшна. Даже, может быть, боль родителей не так мучительна, как... Ну, в общем, мучительно все, чему ты не можешь помочь, поэтому... Но плакать, нет, я вообще сентиментальный человек. Я почти как Максим Горький. Он плакал сразу, как только видел там свой спектакль на сцене, он сразу начинал плакать. Вот я прихожу к себе в театр сейчас иногда, и меня так сопля прошивает. Я думаю, а Господи, знаешь, как... Ну, у меня действует искусство, правда. Но я не плачу, естественно. А вот трагедии, таких два трагических момента в жизни моих детей и моей, значит, моей жены, они были такими тяжелыми. Ну, прагматизм же это такая малая часть жизни, на самом деле. Вообще, как бы, многим кажется, что прагматики управляют миром, там, и так далее, и так далее. Но они же управляют только частью очень, и даже не очень значительной частью человеческого мира. Человеческий мир другой, глубже, страннее. Ну, если видеть в людях только политических животных, ну да, можно, конечно, прагматично этим управлять. А человек ведь такая бездна, тайна. Как этим можно управлять? Как можно управлять магией? Да, трудно. Как можно управлять абсурдом? Как можно управлять трагедией? Все это внутри нас. Вы путешествовали в свою бездну? Нет, нет. Нет, естественно, естественно, да. Потому что, на самом деле, самая страшная точная ставка, это точная ставка самим собой, на самом деле. И это надо делать, потому что, чтобы, ну, совсем не потерять ориентиров, потому что, когда люди говорят о том, что нет ценностей, все ценности рухнули, мы не понимаем, как жить, там, это все ерунда собачья. Это лень, на самом деле, потому что загляните в себя, и все ценности найдутся, прочтите, там, сто книг, в которых все ценности мира сосредоточены, и все. И нет проблем никаких, рухнул один социальный строй, не рухнул один социальный строй. Какая разница? Во-первых, с годами понимаешь, чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность каждой прожитой секунды. И вот понимание того, что это такой божий дар, в молодые годы это не так остро чувствуется, в возрасте моем, а у меня все-таки 68 лет, это воспринимаешь как очень остро. А отсюда, как ни странно, не затухание всех чувств, как некоторые считают, что с годами все, все эмоции уходят и так далее, наоборот, необычайное обострение всех чувств. А обострение эмоций – это не привилегия молодости, на самом деле. В молодости все прет, и это эмоциональное напряжение, оно такое, оно естественно очень. А годы уже по существу старческие, эмоции становятся ценностью необычайной, и ты, каждый эмоциональный выплеск, он очень для тебя ценен, да, и ты очень как бы остро реагируешь. Даже на то, что ты уже чего-то не можешь, или даже более того, чего-то не хочешь даже. Желаний становится меньше, на самом деле, кажется, да, и поэтому каждое желание становится более драгоценным. Вот, пожалуй, все. Человек ведь по природе одинокий очень, существо одинокое. Мы приходим в мир одинокими, мы уходим из этого мира одинокими. Одиночество – это нормальное состояние человека вообще, нормальное. С ним очень трудно иногда справляться, поэтому ты бежишь куда-то. Но одиночество – это нормальное состояние жизни. И только, может быть, как бы вот женщина, с которой ты живешь всю жизнь, она знает про твое одиночество не меньше, чем ты, а так же, как ты про ее. А даже дети, они это так не чувствуют, и родители так это не чувствуют. Потому что они радуются общению, вот, радуются, ну, не частому совсем, а одиночество – нормальное состояние человека. Нормальное состояние человека. Вот, ну, как вы видите, дело в том, что когда ты живешь с женой полвека, да, или там, 40 лет, то мы уже перестаем быть разными существами в каком-то смысле, да. Может уйти что-то, потому что вообще, так сказать, все знают, что там такая эротическое безумство, они длятся недолго, они длятся, там, ну, 3-4 года, это если кому повезет, что называется. А так-то короче. Но отношения, которые потом в это все трансформируются, если люди, почему люди расстаются очень часто, там, на 3-й, 5-й, 7-й год жизни, а вот потом уже очень редко, они становятся совершенно такого другого свойства, они как раз такая преодолевающая, ну, это то, что помогает преодолевать одиночество в каком-то смысле. Но его не надо тоже особенно стараться преодолевать. Одиночество – это очень хорошее состояние человеческой жизни. Я невоцерпленный человек, и у меня в этом смысле с верой все стоит очень неважно, но тем не менее я верю в какие-то другие вещи. Знаете, у меня был когда-то такой разговор со святейшим патриархом Алексием Вторым, с которым, когда я был министром, мы с ним довольно регулярно общались. Ну, просто было много вопросов, которые надо было решать, и это были вопросы, связанные с реставрацией церквей. Мы тогда начали эту программу, оно все было не просто, но тогда оно началось. И, ну, он знал, что я человек невоцерпленный и так далее. И как-то он мне сказал, ну, все равно вы во что-то ведь верите. Вот я верю в то, что внутри человека существуют все те ценностные ориентиры, которые должны существовать. То есть для меня нет необходимости ходить в храм, да, для меня нет необходимости верить во что-то вне меня находящееся. Я верю, естественно, в людей, которые вокруг меня, я верю в своих друзей, я верю в свою жену, там, детей и так далее. Я не то чтобы их обожествляю, это неправильно, но это неверно, когда говорят, что вот люди, которые не верят в Господа, они обожествляют человека. Но я к человеку отношусь очень серьезно. То есть я считаю, что все нравственные ориентиры, которые существуют вообще в социальном, они существуют внутри человека.